Микс Ньюс Здравствуйте! Сегодня День Добрых Дел на Радио Болтком, потому что это вторник, и потому что, как обычно, в эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И ведут её сегодня, как обычно, Ольга Авдевич. Добрый день! Я Рита Трошкина, и наш звукорежиссёр сегодня Родион Золотарёв. А в гостях у нас очень интересный человек, один из самых элегантных латвийских артистов, актёр, режиссёр, руководитель Латвийской гильдии актёров. И также он, руководитель и владелец театра клуба «Гамлет», это Роланд Загорскис, конечно же. Здравствуйте, Роланд! Здрасте, это было недавно, это было давно. Начинаем с песни. Уже хорошо. Помогаем мы сегодня мальчику, которого зовут Кристофер. И назвали его не случайно, а в честь его любимой сказки про Винни-Пуха. Мы ещё расскажем о нём подробнее. Ему 8 лет, и там просто потрясающая история, которую мы сами, когда писали статью на сайте MixNews.lv, можете прочитать в нашей рубрике. Просто удержаться от слёз невозможно. Кристоферу 8 лет, он перенёс за свои 8 лет уже очень серьёзные и тяжёлые испытания, болезни. И сейчас, после курса химиотерапии, у него пропало зрение. То есть он вылечился от серьёзной болезни, но зрение потерял. И чтобы он мог видеть хотя бы какие-то буквы и картинки, складывать эти буквы в слова и немножко читать, ему очень нужна сейчас специальная такая лупа электронная, видеолупа, которая увеличивает изображение. Стоимость этой лупы 3299 евро. Это для семьи непосильная сумма, и поэтому мы очень просим вашей помощи. Расскажем ещё о Кристофере подробнее. Телефон наш, как обычно, 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек, всю неделю будет работать для маленького Кристофера. И напомним, что наш гость сегодня – актёр и режиссёр, руководитель гильдии актёров Латвии Роланд Загорскес. Роланд, вот вы снимались в фильмах, которые вошли в золотой фонд латвийского и советского кино. Это 70-е, 80-е годы. Давайте напомним радиослушателям, даже сами названия, да, они… Эпоха целая. Целая эпоха вызывают такие очень тёплые какие-то чувства. Это и «Долгая дорога в дюнах», и «Ралли». Если забудем, подсказывайте. И «Семья зитеров» Алоиза Бренча, и «Ранья ржавчина» Гуннера Целинского, и «Мальчуган» Айвара Фрейнера. Ну, много, 50 штук. 50? Да, я только говорю, где я сыграл, ну, видимые роли такие. А невидимые? Ну, это, я говорю, в роли второго плана, там больше наберётся 50. Вот и в прошлом году Рижской киностудии исполнилось 70 лет, был юбилей, и на фестивале Юра Сперла был такой специальный вечер, посвящённый юбилейству. То есть вы там были почётным гостем. Вот расскажите, с кем из коллег вы встретили, латвийские, российские? Что особенно порадовало, какие-то там воспоминания? Потому что всегда это люди, встречи, события, когда мы смотрим назад, которые остались в нашей памяти. Ну, на счет этого юбилея, я могу сказать, что я уже там в интервью перериведал. Для, по-моему, первого канала российского, то есть балтийского, или как он называется, да. Я сказал, что вот я благодарен, потому что то, что сделала, скажи, этот канал для Латвии, Латвия сама не может сделать. А мы бедные. А у нас нет ни... И наш характер есть другого так, если... Ну, знаете, старый анекдот о трёх котлов, где там в аду варится. У латышки, латышей не надо там охрану. Если кто будет влезать, втянут обратно. Ну, такая национальная характерность. И я сказал спасибо. Я до сих пор благодарен, что вот. И главное, что не только тех живых, которые актёры ещё остались, играли когда-то там в разных фильмах, в разных киностудиях Советского Союза, но и тех, которые ушли от нас. Это Гунар Целыинский, там и тара-тара-тара-пера. — Ну, а фильм «Цеплис» с вашим участием вообще включён в канон культуры. Есть такое понятие, да? Особенно ценные произведения. — Да, но это, по-моему, абсолютно великолепный фильм. И главное, что сюжет и тема такая, которая никогда не выйдет из спроса, да, или как-то. Вот это тема о человеке, который, ну, скажем, может стать выше других. Но на каких морально-этических категориях он поднимается? Это всё-таки как-то… Ну, это человеческая натура. — Ну, да. А скажите, вот банальный такой вопрос можно задать? Наверное, наиболее часто спрашивают. Вот самая дорогая для вас роль есть какая-то из ваших? — Ну, нет, я точно могу сказать, что нет. Вот когда ты играешь, особенно в кино, да, тогда ты включаешь абсолютно 100% или 120% в эту роль. Ты хочешь, чтобы фильм вышел, да, конечно. Но ты только один винтик из этого. Режиссёр, там, художники, там, операторы, там, актёры, там, костюмерши и так далее, и так далее. Это очень большой коллектив и ещё общая критика настроит такое общество в это время, когда выйдет фильм. Его может вот выйти, фильм был такой, фильм, я снимался, краткое наставление в любви, главная роль. Когда он вышел, да, критика молчала. Ну, как бы плохого ничего не скажешь. Ну, хорошо тоже не говорили. А сейчас, вот через, не знаю, 25, уже 30 лет прошло, не помню, в каком году снималось, сейчас каждый год по два раза телевидение крутит этот фильм. Как бы канон канонов. — Да, канон канонов. То есть приятно очень. А вы следите за тем, что происходит сегодня в латвийском кино? — Ну да, у меня есть атлайды, как это по-русски, атлайды на билет. — Ахилитка, скидка. — Почётная скидка. — Почётная скидка, кинофорум. И если там 7 евро в билет, то я за 3,50. — Ну, хорошо. — Да, и я иду. Мне очень нравится, но очень мало моему. Потому что я всё хочу, ну, как бы, видеть, чтобы подошли все желаемые, мне желаемые категории. — А какие? Вот скажите, что должно быть? — Я скажу, это просто можете записать. — Да, мы запомним. Канон. — Да, содержание, форма, эмоции и истароемс. Как это? — А вот. — Ну, староемс. Который, ну, свет от тебя идёт, как это называется? — Сияние. — Сияние. — И сияние этого, да? Ну, значит, содержание, форма, эмоции и вот это... — Сияние, да? — Сияние. — Какой-то посыл, эмоциональный посыл. — Да, посыл, да. Если это есть, так ты смотришь. Но сейчас... К сожалению, форма, только форма. Только шурли-мурли-мур... — Ну, это вообще, наверное, характерно для какого-то периода, не только для кино, а во всех видах искусства. — Я говорю об искусстве вообще. Это о театре, и о поэзии, о литературе. Всё так бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, Рита, я вас исключаю. — Спасибо. Спасибо исключаю. То есть... — Рита у нас поэтесса. — Да нет. Не надо так... Это получается вот так, как мы считаем, что признак настоящести, настоящего искусства, это когда вот человек идёт, и он смотрит вниз, да, прочитал что-то, посмотрел, там, послушал какую-то музыку, и у него глаза вверх поднимаются. — Да, конечно. — Вот и всё. И вот вернее критерия, наверное, нет. — Вот это, я считаю, это сияние. — Сияние. — Когда надо помочь человеку расправить плечи. Ну, смотрите, когда вы смотрите на солнце, да, всегда как-то открываешься. А когда смотришь на такую серую-серую тучу, да, брау. Вот сейчас у нас такая серая туча в искусстве. — Вы знаете, напомним, что мы помогаем Кристоферу Фелдмане с мальчику 8 лет. Это действительно, знаете, наверное, за, может быть, даже за последний целый год сюжетов, о которых мы рассказываем еженедельно. Это, пожалуй, один из самых трогательных. — Щемящий. — Самых трогательных. И этот малыш просто нас влюбил в себя и поразил. Это просто какое-то такое чудо и солнышко. Он перенёс инсульт. — Нет, сначала. — Потому что была химиотерапия. Ему давали химиотерапию, и организм их не выдержал в 3,5 года. Он перенёс инсульт, потом кому, 10 дней в коме. Из комы он вышел, и врачи его отдали маме. Мама говорит, он был такой, как лепесточек. Вот он просто лепесточек. И врачи сказали, дорогие мама и папа, вы давайте квартиру, оборудуйте вспомогательными средствами. Вам надо посмотреть, где детскую инвалидную коляску. Надо поручни, надо всяческие подставки делать. И папа сказал, нет, у нас этого не будет. Потому что мы ничем не рискуем, мы ничего не теряем. Мы сейчас будем пробовать всё. Там собаки, лошади, инъекции, гимнастики, реабилитации, прогревания. Всё, что было возможно, вот эти родители, они вложили в своего ребёнка. И вот сейчас ему 8 лет. Это чудо, какой приятный ребёнок. С ним очень интересно общаться. Это вообще чудо произошло. То есть, перенес лейкоз, да, и, в общем-то, вылечился после этого. Сейчас всё, хорошая, стабильная ситуация. И самая большая проблема, да, вот то, что выяснилось, что он не видит. Но он настолько любознательный. Мы пришли с мамой говорить, и он от нас не отходил. Он всё время нас теребил, тащил в комнату, показывал кораблики, игрушки свои. Он построил, пока мы с мамой беседовали, он построил какое-то такое сооружение, типа Эйфелевой башни. Он не видит это всё на ощупь. А над столом у него висит огромная, очень яркая такая карта мира. И мы говорим, ты видишь, он видит силуэты континентов. Это немножко цвет, да? Он мечтает быть капитаном. Вот. И мечтает раскрыть тайну Бермудского треугольника, он нам сказал. Очень важно. Да, всё раскроет. Да. И, в общем, удивительный ребёнок. Потом мы думали, вот ну что в нём такого, такое какое-то обаяние. Такое тёплое просто. Вот чувство к нему. Это ребёнок, который не знает гаджетов. Понимаете? Он слушает маму. Обязательно он вот от 40 минут до часа заставляет маму читать книжку вслух. И мама развлечения какое? Они ходят по музеям. Они приходят в музей, и она ему рассказывает. То есть он не может видеть, но она рассказывает. Она решила, что раз ты не видишь, я покажу тебе мир. Я. И вот это вообще удивительная семья. Они снимают квартиру в центре, потому что в таком очень старом доме. Ну, там даже частичные какие-то, не до конца удобства в доме. И все денежки, работает папа, и все денежки уходят на аренду квартиры, потому что им надо жить в Риге, потому что все врачи, все реабилитации, все процедуры в Риге. В общем, удивительный Кристофер. И похож он такой, полувинни-пух такой, потому что он сочиняет песенки. Он нам, значит, продемонстрировал. Про божью коровку. Да, очень хозяйственный, как кролик такой, май туриба в школе очень нравится, какие-то поделки делать. Он учится в юрмальской школе для незрячих детей. На югле. Да, и похож еще на пятачка, потому что очень жизнерадостный, такой болтливый, открытый, позитивный. И мы просим вашей помощи, чтобы он мог учиться. Сейчас та лупа, которая у него есть, он видит две буквы через нее. И, конечно, вот он прочитает 4-5 слов, это большой труд. Потом он в абзаце теряет место, где он остановился. Он начинает нервничать. А сейчас есть такие устройства, называются ClearView C24, вот конкретная модель. То есть текст ставится под эту лупу, и устройство это выводит, этот текст или иллюстрацию на экран. И уже на экране в увеличенном виде он может читать целый абзац, двигать. В общем, это совершенно другой образ потребления информации будет. 3 299 евро стоит это счастье для этой семьи. И телефон 930-6384. Я еще можно добавлю сразу в тему, что особенно нас поразило. Мы вышли и молчали, еще долго думали. Но это мама Кристофера, такой светлый человек с такой жизненной философией. Это страшно подумать, что она перенесла, когда ей сказали у твоего ребенка лейкоз и все, до свидания. То есть шансов мало. И вытащить мальчика, поставить на ноги, быть с ним рядом. Она ему сказала, буду твоими глазами. И нам говорит, вы знаете, он меня не видит. Он видит только цвет моего пиджака, платка. Он меня воспринимает на ощупь. И вот эта фраза просто… Она говорит, да, очень жалко, что он не видит моего лица. Она его идет забирать из школы. Специальный шарф, который он знает на ощупь. Она одевает. И так они… Но в жизни этой семьи, вот почему светлое ощущение от них, вроде столько перенесли, но очень светлое ощущение. В жизни этой семьи, несмотря на все эти испытания, были настоящие маленькие чудеса. Ну, во-первых, то, что его удалось вылечить, то, что его удалось поставить на ноги, то, что он развивается прекрасно и любознательно, у него много желаний, мечты. Ну, просто радость мамина и папина, да. Просто замечательный мальчик, нам очень понравился. И вот это тоже маленькое чудо. И, конечно, мама очень благодарна там и Господу, и всем, кто помогает. И шансы есть. Ну, вот сейчас зрения нет, плохо. Но один из врачей сказал, что, возможно, вот он будет расти, и, возможно, этот же мозг дает команду. Какие-то изменения произойдут, и, может быть, к лучшему. Мы верим и очень хотим помочь. 9-3-0-6-3-8-4. Евро 42 цента за звоночек. Огромное спасибо. Напоминаем, что гость наш сегодня Роланд Загорский, с актера и режиссер, руководитель Латвийской гильдии актеров. Роланд, скажите, пожалуйста, вот в вашей творческой, скажем, такой биографии есть и моменты, связанные с участием в различных благотворительных акциях. очень разных. Это и концерты, и выставки, и какие-то аукционы. Где-то вы в качестве ведущего выступали, где-то вы отдавали свой клуб для благотворительного мероприятия. Почему вы этим занимаетесь? Почему это для вас имеет значение? Ну, потому что очень много есть народу, которые хотят все-таки, ну, баудит, как это по-русски. Баудит. Отдавать, помогать, часто. Нет, нет, ну, когда ты женщина-мужчина, баудит, венцу отру. Как баудит. Баудит, баудит. Ну, когда ты, вкусно тебя. Пробовать. Не пробовать, а говоришь, я обожаю это. Ну, когда ты, вкусно, говоришь, я из баудит, швейден. Дегустировать. Как долго не говорил по-русски. Ну, скажем, дегустировать. Ну, мы тоже вот думаем. Ну, дегустировать это не баудит. Баудит, женщину ты не дегустируешь. А что ты делаешь с женщиной, мужчиной? Ну, что мужчина делает? Он ее, ну, не дегустирует, а, бауда. Пробует. Да тоже пробует. Как это пробует? Если любишь женщину, что делаешь? Бауды, Винни, ну. Ну, не любишь, а когда физически ее умеешь, то как ты говоришь по-русски? Я ее... Ну, что, девушки, забыли уже, забыли уже слово баудит? Забыли слово баудит. Парбаудит, проверить, баудит. Да нет, парбаудит – это совсем другое смысл. Это проверить. А баудит – это я... Вопрос был, почему для вас важно... Да, потому что пример всегда объясняет. Вот я открыл свой театр «Гамлет», где-то через годы и так далее. Пришла одна женщина и говорит, знаете, я вижу, что у вас там поставлен в ход там три лата, но меня нет. У меня есть только 58 сантимов. Я говорю, ну что вы? Пожалуйста, идите и смотрите. За 58 можете взять кофе. Я говорю, спасибо, спасибо. Я понял, что есть люди, которые очень хотят, а те, которые заплатили, иногда выходят из спектакля, не знаю, пришли, потому что пришли. А вот и... Ну, то, чтобы желания совпадали с возможностями. И мой «Гамлет» находится вместе с церковью. И церковь же тоже ты. Не платишь билет. А если тебе нравится, ты пожертвуешь, там, не знаю, кому. Ты жертвуешь, ну, потому что ты пришел в церковь, потому что она убранная, потому что там хорошая была речь, пастырь и так далее. Вот и на этом я думаю, что есть люди, которые тебя хотят видеть, слышать, или твою работу, там, скажем, режиссур какой-то. Ну, они могут. Если ты делаешь благотворение, то они приходят. А, вот так. Более широкий такой получается, да? Да, тот, кто приходит. Широкая аудитория. Тот, кто хочет, тот приходит. И так и есть. Вот сейчас у меня по понедельникам опять Денис Павскевич и его коллеги, там, возвратились в джазовые вечера. И тоже происходит большинство на благотворение. Потому что те, которые могут платить, там, скажем, за вход, ну, они заняты, они в бизнесе, они ничего не знают. А те, кто хочет слушать, там, скажем, студенты, ну. Они не могут. Они не могут. У них нет. Ну, точно нет. Но им нужно. Да. А им нужно. Ну, то есть вы делаете эти вечера и всякие мероприятия для того, чтобы расширить аудиторию и привлечь людей, тех, которым это очень нужно. Вот вы участвовали, была такая интересная акция «My late labda ribas dienas». И вот писали тогда в прессе, что Загорский придумал очень хорошую идею. Призвал откликнуться энтузиастов, чтобы создать сайт, чтобы малоимущие семьи могли зарегистрироваться там и сообщить, какие вещи им необходимы. Вот не знаете, как-то это было? Ну, да. Ну, понимаете, я, например, у меня в детстве очень были, ну, так, тугие обстоятельства материальные. И из Америки, это как, не знаю, одна родственница, там, не знаю, там, это 53-й или 55-й год, прислали мне зимние сапожки, такие с кожаной, и внутри это пух, да? Ох, красиво! И мне было, сколько там, пять лет. То есть вы сейчас помните эти сапожки, и какой внутри пух? Потому что я эти сапожки носил до восьми лет. Мне вот потом и пальцы у ноги, такие вот, пальцы вот так, обогнулись назад. Ну, они такие хорошие, такие красивые, не было другого. Сейчас у меня столько много туфий, я не скажу там, ну, не сотнями, но очень-очень много. И некоторые, я смотрю, и, боже, я же их так и не поставил, не одел ни один раз. А их мне много, а как я выбрасываю новые туфли, такие всякие там. Ну, вот я подумал, что, может быть, кому-то мой размер годится. А это у меня вот такая фобия. Я покупаю, покупаю, вот захожу в магазин «Скарчер», сейчас есть такой магазин, который на таких, ну, как бы, амортиризирующих подошве. И присылает мне, опять распродажа. 50 минус 70 процентов. Ну, как ты не пойдешь? У меня же пять таких дома. Ну, я пошел пять, шестую и купил. Крыланд, мы сейчас сделаем маленький перерыв на новости, потом продолжим, и чтобы уже тему завершить, мы вспомнили, как переводится это слово. Наслаждаться. Наслаждаться. Конечно. Наслаждение. Наслаждение, да. Наслаждение. Спасибо. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Зеленая лампа». Спасибо. Спасибо, что вы с нами. И сейчас кратко итоги предыдущей недели. Мы на прошлой неделе просили помощи и помогали 14-летнему мальчику Анджио из Екопилса собрать средства на очень срочную операцию на ножках, чтобы он смог ходить, потому что он уже с сентября лежит без движения. Операция нужна срочно. Операция стоит 5300 евро. Мы с вами огромное спасибо каждому, кто участвовал. Собрали 4435 евро. Немножко недособрали. Но было сделано 1805 благотворительных звонков и еще работает до сих пор. Работает и будет работать счет, который открыт для Анджио и немножечко он будет пополняться. Но недостающие 865 евро добавит и оплатит эту операцию фонд благотворительный фонд Be Open, с которым мы сотрудничаем и который там работают чудесные люди, которые очень внимательно вникают в каждую ситуацию. Так что у Анджио все произойдет. Спасибо вам. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня актер и режиссер Роланд Загорский с легендарной и мы с ним говорим о жизни, любви и кинотеатре. Роланд, скажите, вот в новом латвийском кино вы снялись в интересном фильме «Охота». Был такой фильм, он получил много призов, хорошую критику. Там, кстати, вот Гуна Зариня и Яна Секста за лучшие женские роли получили тогда призы. Вот этот фильм, как бы этим фильмом авторы хотели показать сегодняшние наши взаимоотношения, чтобы чуть-чуть со стороны люди посмотрели на то, как мы друг с другом общаемся, куда мы идем, зачем охотимся в жизни. Вот если смотреть на сегодняшнюю жизнь, как вам кажется, вот, что вас расстраивает, что радует сегодня в человеческих отношениях? Ну, однозначно радует, что мы потеряли такое общение между собой, вот, скажем, если мы сейчас вот на радио вот это интервью или эту работу бы сделали, мы после вот пошли, наверное, в кафе, там, выпили, потом пошли ко мне домой, еще выпили, завтра встретились опять. Позвонили бы еще кому-то, пригласили бы присоединиться. Да, а сейчас мы просто вот раз, спасибо, спасибо, спасибо за кофе, чтобы кристофер получилось, все, и все, никто другого не знает. И нельзя ночью другу позвонить, то есть в дверь стучать. А серьезно не звоните никому? Да не звонит уже никто, никто. И вот это, я думаю, потеряли. Ну что делать? Это новое, это новое время, и она вот, гаджеты, планшеты, все, и ты об этом как бы теряешь ребенка своего, потому что он не идет на тебя на диалог, он сидит в своем телефоне. И родители сидят рядом в телефоне. Ну да, это же картинки такие. Может быть, так надо, потому что мы же такие все-таки, я думаю, биологические машины. Мы же все-таки созданы кем-то. И мы действуем по программе. Каждый по своей программе, да, но по программе. И мы только можем, как говорится, я тоже играл такую роль Спартака, главную роль играл, и там есть текст «Судьбы людей записаны в звездах». А вот это и есть самая правда. Ну и мы смотрим на эти звезды, и как-то все равно мы можем менять, да, то есть ответственность. Да ничего, вот только ты делала, что ничего не можем. Но позвольте вам возразить, вот ваш клуб «Гамлет», который вы открыли, сколько лет уже назад? В 23. 23 года, вы представляете? То есть это вот как раз то место, куда можно просто прийти. Ну, когда первый раз я туда попала, например, мы пришли тогда к вам, да, просто раскрыли рот, да, потому что там настолько чудесная атмосфера, и так тепло, хорошо, и так стильно. И вот чувствуется, что туда приходят и там собираются люди, которым нужно общение, не только послушать что-то, или как? Ну, потому что я тянул вот это то, что я выше говорил, вот я вот эти чувства, вот эти общения, я тянул туда. Ну вот. И потому я 23 года жив еще там, этот клуб. Но когда душу вкладываешь, а вы говорите «машины». Ну, понимаете, я единственный, и как же это исключение объясняет, что закономерность. Закономерность, да. Я исключение. Посмотрите, вот постсоветское государство, Эстония, Литве, и даже в Финляндии нет частного такого театра, как у меня. Нет. Нет, просто нет. Почему нет? Потому что вот нет человека, который был заинтересован, заинтересован. Я когда ушел, или меня ушли из национального театра, я же был без сантима. Я был просто без сантима. У меня не было жить ничего. И за 4 месяца я сделал этот клуб, этот театр «Гамлет». А почему я сделал за 4 месяца? потому что мне была вот эта шлепа, ну, как это, сзади. Шлейф. Шлейф за мной. Шлейф, да. И моего лица. Я мог зайти и сказать, ну, старик, он был такой садауский, Анн Альберт, Мерседес Бригетта, сейчас его жена занимает, он там в аварии погиб. Я к нему пошел, я говорю, ну, слушай, Альберт, нет, где жить, нечего. Он говорит, какие проблемы? У меня есть вот это, как это, не государственное, а такое жилье, где друзья Мерседеса приходят, там, из Германии, где поселить. Корпоративно. Да, да, такой. И он поселил меня там. Я целый год фантастические друзья у вас. Да, И там был все, комфорт, телевизор, бл-бл-бл-бл. Знаете, хорошее дело, обречено на поддержку. Да, и вот еще мы не упустим случая сказать, что в клубе Гамлет вот раньше проходили посиделки актерские когда-то давно, да, и многие их помнят, а сейчас вот традиция продолжается. 18 апреля у вас там состоится очень интересное мероприятие, такой вечер творческий, но как бы актерский вечер плюс ток-шоу со зрителями, да, будет открывать. Добрый вечер в клубе Гамлет называется. Уже название предполагает, что там будет очень хорошая атмосфера. Да, и я очень рад, что это будет, ну, я думаю, 90% русской аудитории, что вот русские тоже приходят в этот театр, Гамлет, и что он не такой, как сказать, сугубо латышский или там еврейский, или, не знаю, цыганский клуб, но что он такой для всех открыт. Потому что откроет первый вечер актер Максим Бусал, молодой, очень талантливый, он будет петь, он готовит сюрпризы, а потом будет откровенный разговор без барьеров. 18 апреля... Чтобы в Гамлете свою карьеру начала Мария Наумова, если что. да. Мы обещали, что будем говорить о любви, Роланд. Да. А вы даже, я про Шекспира, можно спрашиваю? Потом перейдем о любви. Это очень связано. Это же то же самое. Шекспир и любовь, это одно и то же. Да, это одно и то же. Вот чтобы Гамлет... Все движется к любви. Почему Гамлет? Почему Шек... Какие у вас отношения с Шекспиром? Ну, мы шли по улице три персоны, Давид Склявинч, это такой очень хороший мастер по рояле, он уникальный инструмент. Уно Аккорд сделал там в Европе, сейчас продается хорошо. Ивар Скаллинч, актер мой, мой коллега, и я. Я говорю, ну, вот построил клуб, сделал, сремонтировал, сейчас название найти. Ну, Ивар говорит, ну, да, Шурли Мурли там или там у... у этой, у Белочки, Шустрой Белочки. Я говорю, нет-нет, ребята, нет-нет-нет. Клуб Шустрой Белочки, это круто. Я говорю, нет-нет, ребята, ну, это что-то из классики. И давит сразу, как из винтовки, знаешь, как пуля. Ну, тогда Гамлет. Я говорю, точно, Гамлет. Вот и все. И Гамлет. Было уже это название, где-то... Да, она где-то летала. А коллекция масок, которые там у вас висит, это что? Да, это все живые люди, потому что, маску отдаю родственникам. Первая маска была Вия Артмана, и когда она ушла тоже в мир иной, тогда я это отдал в музей театра. А, кстати, Вия Артмана у вас открыла такую инициативу, приз Акс... Акс... Да, это шляпа актера. Это опять... Вы придумали приз, да, такой вот? Да. Это из той рубрики, что, когда я уже был заслуженный артист Латвийской СССР, обо мне не была написана ни одна книга еще. И потом тоже никто не писал по мне. А мои коллеги, там, Гунар Селинский, там, Велталийна, там, даже по две, по три книги там написали. Не они, ну, ну, что ты, в чем дело-то? И сам написал книгу, потом еще вторую книгу написал, которую я назвал «Рай моих воспитанников». «Воспоминаний». Воспоминаний, да. Это, почему такое название? Потому что это единственный рай, от которого нас никто не может выгнать, даже Бог. Да? Это наши воспоминания. Вот. И потом я думал, почему мне никто... Ну, был у меня орден, конечно, этот, заслуженный артист Латвийской СССР, но другие не дают мне какие-то ординаты. Это я сам выдумаю какой-то приз. И вот выдумал такой приз. Это очень интересно было в начале там, он, это Реймондо, вот, у меня друг был Мартинсон, такой керамик, очень знаменитый там, в мире. И его ученица сделала вот этот такой порцелановый, фарфоровый, фарфоровый скульптурку. Я себе надо сделать такое, ты понимаешь, как-то мне трудно рассказать, я хочу, чтобы это было как колонна такая, ну, как, а колонна, что она ассоциируется? Это фалус, да, все-таки, ну, все это стоят, на чем мире делаешься? На фалусах держатся. античный храм. Ну, это античный. Ну, я говорю, вот сел и так, ну, и чтобы так, ну, не было уже так, не давило. ненавязчиво, ненавязчиво, что фишу, это шляпку, шута. Ну, я приезжаю к ней, она говорит, то, что, то, то, то сделано, ну, я говорю, ну, как тебе сказать, ну, мне надо это, на букву Х, ты понимаешь, ну. Хамлет. Будем так, только там три буквы. И, и, я говорю, слушай, я поеду, значит, там, вот это, вот это, мастерской там, бассейн, там, есть киоски, я куплю тебе порнографический, покажу тебе, что мне надо. Я точно поехал туда, это 15 минут, возвратился, и она уже сделала это. Ага, поняла. Я говорю, ну, точно. И еще, вот, Мартинсон там, это из, когда его еще, он сырой тогда, он еще свои пальцы там, взял так. Как автограф. как автограф, отпечатка стала. Ну, вот и этот приз, вот сколько, 20, нет, больше 25 лет. Что сказала Вия Артмана, когда она получила такой шедевр? Вия Артмана была, конечно, это был первый, она первая, потому что он выдается, за выдающиеся театральные успехи в Латвии. А кто в жюри? Вы единственные? Ну, там по разуму, я все-таки это делаю демократически, но просто, в конце концов, конечно, я скажу, или скажу, что голосование состоялось такое, 50% тому. Мы посоветовались, и я решил. Да, я решил, ну, абсолютно точно. Ну, далее это было в Мамуле, это, в Латышском обществе, и там была такая лестница такая, но она такая длинная, ну, все, это мой приз, и Вия Артмана взяла этот порцеланс, как я по-русски? Фарфор. Фарфор взяла, и несет, и спотыкнулась, и все это разбилось, а фарфор, знаете, как у нас на тысячу частей, и собрал, конечно, эти, они мне стоят, эти осколки, но приз пошел, так как говорится, на счастье все-таки, и приз пошел. Да, доброе приметное. Это как в Голливуде-то, да, вот эти отпечатки ладоней, тоже там кто-то из актеров упал, и ладошкой отпечатался, и пошла традиция. Надо теперь каждый разбивать. И напомним, что наш телефон 93006384 на этой неделе подключен к специальному счету, который в благотворительном фонде Be Open открыт, чтобы собрать средства на настольную электронную видеолупу Clearview C24 для Кристофера Фелдманиса. Кристоферу 8 лет, это чудесный мальчик, он потерял зрение, сейчас он пошел в школу, и он очень хочет учиться, он очень хочет читать, он очень любознательный, умничка, и для того, чтобы видеть учебники, видеть текст, решать примеры, выполнять задания, вот ему нужен такой устройство, вспомогательное устройство или такой приборчик. Сейчас идет вперед и техника, и наука, и там еще 10 лет назад ребенок с таким уровнем повреждения зрительного нерва не было никаких шансов. А сейчас это все возможно, и только нужна наша помощь. И на сайте MixNews.lv в разделе «Зеленая лампа» подробная история Кристофера, его фотография, ссылочка на вот этот целевой счет в фунде БиО. Ну, давайте о любви все-таки с Роланда, потому что мы начали и разбились на Гамлета, но это одно и то же, да, Шекспира и любовь, они практически синонимы. Вот у вас есть книга. Вы сказали, что у вас фильм «Краткое наставление в любви», который сейчас гоняют по два раза в год. А вот если бы вам сказали, дорогой Роланд, с высоты жизненного опыта, прожитых ролей разных образов, как бы вы определили, что такое любовь, вот «Краткое наставление в любви» от Роланда Загорскиса, как могло звучать? Ну, это очень-очень тяжелый вопрос, потому что мы не знаем формулу или любви. Да, мы не знаем. И каждый человек… Это метафизика. Да, это метафизика. Вот, поэтому я однозначно… Но я сказал бы так, что надо глядеть, сматриваться, слушаться, да, и ты почувствуешь, и чувствовать, да. Ну, надо всегда быть открытыми все эти… Пьесосманисты, как это… Пять органов чувств, да. Пять органов, но сейчас шесть уже. Шесть. Шесть уже, сейчас шестая знает, что это не подсознание, а интуиция. Еще есть третий глаз. Да, еще третий глаз. Вот надо быть… Если тебе вот эти каналы все чистые, да, открытые, то ты почувствуешь любовь. В широком смысле. Да, это в широком смысле, да. А вот о таком житейском смысле там нечего говорить. А вот книга у вас есть, я влюблен. Книга, я влюблен. Я в жизнь, я влюблен в жизнь. Я точно… Широк. Я не… Как это по-русски? Нелекулёй. Ну, я не выворачиваюсь. Не выворачиваюсь. Не лукавый. Не лукавый. Я не лукавый. Я точно влюблен в жизнь. Я вот шел к вам сегодня, сказал, ну, такой день, ну, такой… Жаль, так уже 70 лет мне, черт побери. Значит, сколько осталось еще? Ну, скажем, там, 10, наверное, еще, может быть. Ну, это любовь взаимна, судя по всему. То есть жизнь вас тоже любит. Ну, да. Ну, вот жаль, что все так быстро, все так и проходит. У нас и передача к концу уже подходит. Ну, да, да. К сожалению. Какая-то мечта есть у вас сейчас? Большая такая? Мечта. Вот это, опять же, то же самое, как и любовь, да, простых мечтан. Ну, вообще, у меня смысл такой, что, с одной стороны, говорят, все, я не хочу открыть. Конечно, мне есть мечта. Ну, так все люди говорят. Я всегда говорю наоборот. Если у меня есть какая-то мечта, я открываю ее. И мне как-то она сбывается. Если я в том говорю, говорю, или это может быть такая, как-то ношень на моих плечах, что если я сказал, что моя мечта, мне надо осуществить. И так я, вот у меня была мечта вот поставить музыкальный спектакль, да. Вот в 68-м году впервые на Бродвее было «Хайр», это «Волосы», да, был мюзикл «Молодые люди». И я сейчас через 50 лет в Латвии на оперной сцене поставил, то есть не на оперной, я в опер в шоу, как арендатор, и поставил вот мюзикл, который называется «Мечта». Мечта? Вот, да. По сказкам. По сказкам. По сказкам, да. В общем-то, одна сказка, которая из «Карльс Скалба». У нас очень слабо с этим литература латышей. Ну, вообще, какая, ну, история литературная, ну, если сравнить с мировой. Еще раз скажу, это гениальный рассказ. Я первый, что составил, спектакль был «Аристофан, Аристофан птицы». Древнегреческая пьеса. Прекрасный. Прочитал на русском. Ну, надо перевод. Ну, как ты будешь через русский на латышки переводить? И Инара Темерек, профессор шоу в университете, согласилась делать подсрочник. Подсрочник, а потом еще надо поэта, который сделает. Да. И вот, прошли три года. Я звоню Инаре. Инаре, я уже готов, я уже там с сынок, я с актером уже репетировал, не знаю, что, но репетировал, что-то текста нет. И тогда она говорила эту гениальную фразу. Роланд, латышкий народ на Аристофана ждал две тысячи лет, подождет еще три. Роланд, у нас программа к концу подходит, к сожалению, большому нашему. Скажите, пожалуйста, где мы можем вашу мечту увидеть и когда? Спектакль имею в виду. Ну, я надеюсь, что он будет, что кто-то еще будет желать какой-то город или какой-то театр, и как-то мы вот это все сделаем, потому что, к сожалению, в настоящем у нас нет в Латвии продюсеров, которые могут взять. И вот я в этом случае опять же режиссер и продюсер. Ну, вы все можете, потому что... и пожелания Кристоферу. Спасибо вам, Роланд. Спасибо Кристоф и мама Инета, которые нас очень вдохновили и как-то просто душу перевернули даже, да? Пусть действительно будет все хорошо. Спасибо вам, дорогие предуслушатели. Друзья, слушателям, которые не проходят мимо, которые откликаются и помогают. Всего доброго, до следующего вторника.